Всем привет дорогие друзья! Вы находитесь на канале Technobar Plus и сегодня у нас полный обзор камер в смартфоне Samsung Galaxy M52. Я думаю этот смартфон вас порадует, но это предварительно друзья. Давайте разбираться вместе. Ну что интересно? Начнем! По традиции друзья мы рассмотрим каждый из модулей камер в смартфоне Samsung Galaxy M52. Ознакомимся более тщательно с меню камер в смартфоне. Посмотрим примеры фото и видео сделанные на камеры данного смартфона. А также в конце я выскажу свое личное мнение, что я думаю о фото и видео возможностях Samsung Galaxy M52. Итак в смартфоне Samsung Galaxy M52 у нас представлен вот такой вот блок из трех камер и вспышки. Какие же модули присутствуют в этом блоке камер? Основной модуль на 64 мегапикселя от компании Samsung, Samsung S5KGW3. Это уже знакомый нам модуль выпуска 2020-2021 года друзья. Собственно его апертура f1.8, размер пикселя 0,8 микрометра. На 12 мегапикселей у нас широкоугольный объектив от Sony IMX258. Интересный объектив, это новый объектив от компании Sony. Его апертура f2.2 к сожалению размер пикселя не указан друзья в интернете. Но тем не менее это новый модуль и в принципе он себя показывает достаточно неплохо. Также присутствует макро модуль на 5 мегапикселей от компании Galaxy Core GS5035. Непосредственно из минусов друзья на данный смартфон пока еще нет в продаже чехлов. И как вы можете видеть непосредственно сама камера выпирает. Выпирает она так не особо сильно, но тем не менее друзья повредить ее можно. Где-то на миллиметр, полтора миллиметра она выпирает. Что касается фронтальной камеры. Фронтальная камера вот видите как хорошо так интересно вблизи пикселей у нас видно. Фронтальная камера представлена таким большим глазком на 32 мегапикселя. Это модуль от Sony IMX616 друзья. И его показатели апертура f2.2. Какие еще дополнительные присутствуют функции в особенностях камеры. Скажем так 4К видео смартфон пишет на основной объекте 4К 30 кадров в секунду максимальное качество видео. Присутствует цифровой зум. Опять же современное оформление друзья непосредственно площадочки. Вспышка очень яркая кстати. Цифровая стабилизация. Опять же оптической стабилизации здесь не заявлено. Это могу записать в минусы. Потому что хотелось бы чтобы была конечно же оптическая стабилизация. Но тем не менее. Серийная съемка. Географические метки. Сенсорная фокусировка. Панорамная съемка. HDR съемка. Распознавание лиц. Регулировка ручными настройками. Настройка ISO. Компенсация экспозиции. Вечерний либо же ночной режим. Кому как нравится друзья. Вот это собственно и все основные показатели камер в смартфоне Samsung Galaxy. Более детально по меню. Скажу вам сразу что мода Google камеры рабочего сейчас еще на этот смартфон не завезли. Поскольку процессор новый. Напомню что в данном смартфоне процессор у нас идет от Snapdragon. А именно Snapdragon 778 это свежий процессор от компании Qualcomm. И собственно он должен привнести свои какие-то новые алгоритмы обработки. Кстати друзья хочу небольшой спойлер сделать. Я обязательно достану на обзор смартфон Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE. То бишь New Edition. И естественно мы с вами запилим на него скажем так обзор. Что касается камер смартфона. И я думаю собственно в основном модуле там различий нет. Но опять же это все мои предположения друзья. И предположительно что смартфон Samsung Galaxy M52 будет предположительно в отношении камер похуже. Нежели Xiaomi 11 Lite 5G NE. Но это так немножечко забегая наперед друзья. Входим в меню камеры. И собственно что же мы видим. А видим мы следующее друзья. Но опять же присутствует режим веселый. Это опять же для этого необходимо подключаться нам к интернету. Как вы можете видеть параметры сети требует. То есть опять же для художественной какой-то съемки. Можно снимать на широкоугольный объектив с максимальным зумом 10 крат. Ну либо регулировать зум вот так вот пошагово. 0,5, 1, однократное приближение. Двукратное, четырехкратное и десятикратное. Присутствует функция мультикадр. Делается несколько собственно фотографий. И потом выбирается смартфоном лучше. Либо делается коллаж. Дальше друзья. Что касается съемки в пота на основной объектив. Опять же можно снимать на широкоугольный объектив. Либо же на основной объектив с максимальным зумом 10 крат. Ну как на мой взгляд это не слишком много. Но тем не менее. Далее что друзья я вам могу заметить. Опять же включается искусственный интеллект. Отключается. Разрешение мы можем делать фото 3х4, 9х16. 1 к 1 и полноэкранное. Включается таймер автоматического спуска затвора до 10 секунд. Вспышка имеет у нас всего лишь три положения. Вкл выкл и на автомате. Опять же добавляются различные фильтры для художественной фотосъемки. Кстати друзья кто пользуется инстаграм выкладывает свои фотографии. Применяет фильтры. Подписываемся на канал. Ставим лайк этому видео. Да друзья просто подпишитесь на канал. Как говорится по-братски. Это здорово так мотивирует делать новые видео у меня. И так далее что же здесь по видеозаписи. А по видеозаписи у нас друзья все здесь стандартно. Во-первых 4К 30 кадров в секунду. Максимальное качество видео в котором может снимать смартфон. Full HD 60 кадров в секунду. Full HD 30 кадров в секунду. И HD 30 кадров в секунду. Опять же регулируется 9х16. 1 к 1 для инстаграма. Либо полноэкранная. Стабилизация друзья работает только в одном режиме. Full HD 30 кадров в секунду. Но как на мой взгляд я считаю что лучше вот этим режимом не пользоваться. И это вы поймете посмотрев дальнейшие фото и видео сделанные на камере данного смартфона. Видеозапись у нас опять же зуммируется 10 кратно. Можно писать также на широкоугольные объективы в режимах всех кроме Full HD 60 кадров в секунду. На фронтальную камеру друзья смартфон пишет в максимальном качестве Full HD 30 кадров в секунду. То бишь 4K Full HD 60 кадров в секунду. Full HD 30 кадров в секунду. И HD также пишет в 30 кадров в секунду. Это то что касается фронтальной камеры по видеозаписи. Опять же друзья можно включить с подсветкой. Без подсветки записывать видео. Какие дополнительные режимы есть у нас. Ну во первых камера Bixby AR Zone. То бишь это все для развлечений. AR зарисовка. Режим Pro. Давайте более детально посмотрим здесь что у нас есть в режиме Pro. Как вы можете видеть режим Pro регулируется у нас аж по 6 показателям. Это уровень ISO у нас регулируется от 100 до 3 до 3200. Скорость затвора регулируется. Автофокус регулируется. Теплее и холоднее снимок регулируется. И собственно вот эти вот нюансы которые можно подвести на фото. То бишь предварительно перед чем сделать фото вы можете отрегулировать контрастность, выделить, тени отрегулировать, насыщенность и оттенок. Я считаю это как бы для режима Pro крутые значения друзья. И то что эта функция здесь есть это непосредственно уже круто. Опять же есть функция ночном режим. Можно фотографировать в ночном режиме. Панорама, еда, но это для более таких опять же каких-то украшателей. Сфокусируется на еде, сделает фотографию более насыщенной. Опять же это то что касается фото. Есть портретный режим. Собственно портретный режим есть как на основную так и на фронтальную камеру. Не могу не записать это в плюсы друзья. Поскольку не все смартфоны могут на фронтальную камеру делать портретный режим. Функция профессиональное видео. То бишь друзья вы можете писать видео вплоть до 4К 30 кадров в секунду. С регулировкой тонкой настроек друзья. Опять же 6 показателей. Ну в данном случае 5 показателей. Если я сейчас изменю формат допустим будет 6. Как вы можете видеть. Ну то бишь 4К у нас регулируется по 5 показателям. Тем же самым что и фото друзья. То есть рай для человека который любит фотографировать и записывать видео с ручными настройками. То бишь режим профессиональное это ваш режим. Сверх замедленное видео опять же друзья. У нас пишется. Full HD 30 кадров в секунду с подсветкой. Либо без нее. Что еще. Замедленная съемка также присутствует. Замедленная съемка кстати друзья до 240 кадров в секунду. У нас режим Hyperlapse. То бишь кто любит снимать такие видосики в режиме Hyperlapse. Милости просим. Все это в режиме в настройках камеры есть. Но собственно если брать по пятибалльной системе оценки камеры. Вернее меню камер в смартфоне Samsung Galaxy M52. Я пожалуй поставлю оценку 4. Почему 4? Потому что опять же друзья. Есть много лишнего. То чем мы с вами пользоваться не будем. Это все скажем так больше для развлечений. Есть нюансы. Поэтому оценку 5. Я не могу поставить. Наверное только камеры смартфонов Huawei. Скорее всего больше даже флагманов заслуживают такой оценки. Но тем не менее друзья. Это мое личное мнение. Опять же друзья. Поделитесь своим личным мнением. Что вы думаете о меню камер в смартфонах Samsung Galaxy M52. Samsung Galaxy серии, M серии, A серии, S серии. Но как на мой взгляд там все так очень перенасыщенно. Много лишнего. Больше настроено на медийные развлечения. Скажем так. Ну а теперь друзья. Пришло время нам ознакомиться с примерами фото и видео. Сделанный смартфон Samsung Galaxy M52. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Не такая резкость, как у смартфона Samsung Galaxy A72. Субтитры Алексею Дубровскому. И вот обратите внимание, друзья, вот этот переход. И такое впечатление, как будто меняется резкость. Вот так все это дело видно, как обшивают квартиру. Десятикратный зум. Как-то так работает. Четырехкратный зум. Днукратный зум. Исходное положение. Full HD 60 кадров в секунду. Невозможно переключиться на широкоугольный объектив. Мартфон Samsung Galaxy M52. Съемка ведется на основной объектив. Full HD 30 кадров в секунду. Оцениваем качество видео. Сейчас опять же призумим. Десятикратный зум. Друзья, картинка, конечно, начинает подшумливать. Но, тем не менее, все оставляю, друзья, на ваш суд. Переключится на широкоугольный объектив в данном режиме, друзья. Опять же, сеть проверим на автомобилях. Вы знаете, трава еще даже резко не сливается в кашу. То есть шумодавния агрессивно работает. Но, как вы можете видеть, на автомобиле бегают какие-то вот такие вот точечки. И присутствуют вот такие артефакты. Вот видите, да? Но, тем не менее, вот что с автомобилем происходит. Какие-то белые точки на лобовом стекле, на боковинках. Вот это какой-то уже дефект идет. С самой матрицей. А вот сейчас посмотрим номера. Видны ли номера? Нет, не видны, друзья. Сильно мылит, агрессивно работает шумодав. При зомби сильно замыливается картинка. Как-то так, друзья. Оцениваем качество видео. И делимся своим мнением в комментариях. Можно переключиться на основной объектив и на ширик. Full HD 30 кадров в секунду. Samsung Galaxy M52 новинка 2021 года. Камера, смартфон Samsung M52 новинка 2021 года. Как на мой взгляд, друзья, работает электронная стабилизация. 4К 30 кадров в секунду это у нас. Оцениваем, как пишется звук, друзья. Оцениваем динамический диапазон, светопередачу, смену экспозиции. Кстати, можно на широкоугольный объектив переключиться. Ну и, соответственно, можно сделать вот такой зумчик 10-кратный. Исходное положение. Боковая съемка. Оцениваем цветопередачу, резкость. Прыжки на месте. Электронная стабилизация есть, как на мой взгляд. Ну, знаете, честно говоря, вот что касается экрана в этом смартфоне, то бишь матрица экрана, она хороша. Под открытым солнцем видно, все читается нормально, без проблем. Но все-таки что-то мне подсказывает, что тут модуль не совсем хороший основной камеры. Небольшая пробежка, кстати, друзья. Так, а что у нас с автофокусом? Есть? 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 С автофокусом 4К 30 кадров в секунду. Вопросов нет. Оцениваем качество видео, делимся своим мнением в комментариях. Примера Samsung Galaxy M52. Full HD 60 кадров в секунду. Съемка ведется на основной объектив. В данном режиме можно, кстати, друзья, даже призумить. Десятикратный зум. Ну, картинка немножечко подшумливает. Как-то так. Кстати, есть пример статичной съемки, друзья, на моем канале на Samsung Galaxy M52. И там некоторые нюансы, скажем так, выделились в нехорошем смысле этого слова. Так, смотрим, что у нас с автофокусом. С автофокусом полный порядок. Небольшая пробежка, друзья. Ну, на экране смартфона стабилизация какая-то есть. Но, опять же, друзья, все будем смотреть, уже проверять на компьютере. Спорный какой-то момент. Спорный момент. Samsung в последнее время интересные смартфоны выпускает. И что касается стабилизации, как-то все непонятно. Но, тем не менее, оцениваем качество видео. Делимся своим мнением в комментариях. А, как-то так снимает. Камеры смартфон Samsung Galaxy M52. Ужди 30 кадров в секунду. Оцениваем, как пишет видео. В данном режиме, опять же, можно переключить широкоугольный объектив. А можно призумить вот так нашу картиночку десятикратно. Оцениваем, кстати, как пишет звук. Стабилизация видео. Цветопередача. Вот вы можете видеть, уже листики начинают подшумливать. Кстати, друзья, смартфон очень легкий, на удивление. Поэтому, насчет аккумулятора в 5000 мАч, ну, спорный вопрос, весьма спорный. Проверяем автофокус. Есть. 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 С автофокусом порядок. Динамический диапазон мне нравится. Баланс белого. Цветопередача точная. Вот сейчас именно пасмурное небо было. Голубое с белыми облачками. Сейчас пасмурное небо. Боковая съемочка. Прыжки на месте. Как-то так, друзья. Оцениваем качество видео. Делимся своим мнением в комментариях. К примеру, кратенько. 720p 30 кадров в секунду на основной объектив Samsung Galaxy M52. Электронная стабилизация включена. Кстати, в функциях ее можно как включить, так и отключить стабилизацию. Сейчас, кстати, для примера проверим с выключенной стабилизацией видео в режиме 4К 30 кадров в секунду. Это тоже, кстати, 720p 30 кадров в секунду рабочий режим. Опять же, друзья, на нем переключиться на широкоугольный объектив. Видите, да, картиночка интересная такая у нас становится на ширике. Немножечко как плавает изображение, но не совсем то, что хочется видеть от ширика. Но, тем не менее. Кстати, небольшая пробежечка. На ширике все как бы ожидаемо. То есть за счет кропа стабилизация идет. Ну а сейчас я отключил стабилизацию. Что-то, по-моему, качество от этого не изменилось. 4К 30 кадров в секунду. Съемка ведется на основной объектив. По-моему, что со стабилизацией, что без нее. Одинаковое качество видеозаписи. Если я не прав, друзья, поправьте меня в комментариях. Так, а что с автофокусом? Ну, с автофокусом все ожидаемо хорошо. Тем не менее, пробежимся. 4К 30 кадров в секунду. Оцениваем, делимся своим мнением в комментариях, есть ли разница со включенной стабилизацией, либо без нее, друзья. Ну, пока так. Тест камеры Samsung Galaxy M52 в режиме ультра стабилизации. И вот я вижу, друзья, вот одну и ту же болячку. Почему так, я не знаю. Вот я ультра стабилизацию, когда включаю... Да, картинка вот стабильнее. Вот сейчас вот такая должна быть стабилизация. Но, друзья, как-то что-то мне... Мне не нравится, как... Начинает картинка, что ли, как-то шуметь. Вот те же елки. И они как-то в кашу превращаются. Почему так? Так же было и на Samsung Galaxy A72. Если мне не изменяет память. Такая же история. Вот смотрите, тоже дерево. Особенно обратите на вот эти вот места. Ну, детализация в них, как бы, как таковая отсутствует. Я снимаю дерево на расстоянии, ну, приблизительно двух-трех метрах. Ну, это не такое уж прям критичное расстояние. Не знаю. То есть, режим ультра стабилизации картинку портит. Поэтому пользоваться им или нет. Да, он, конечно, придает больше стабилизации. Но картинку он портит. Samsung Galaxy A72. Такая же история с Samsung Galaxy M52. Но, как вы можете видеть, тот же конверт, только вид в профиль. Но, тем не менее, друзья, оценим качество видео. Делимся своим мнением в комментариях. Кстати, вот такая же история. Вот опять вот в этих местах. Опять все сливается как-то в кашу. Тем не менее, как есть, друзья, трава. Вот в этих местах, как вы можете видеть, с травой что-то происходит. Это режим ультра стабилизации такое дает. Что-то ультра стабилизации картинка. Ультра стабилизации картинка. Это тест фронтальной камеры Samsung Galaxy M52, 4К 30 кадров в секунду, максимальное качество видеозаписи, но на фронталочку тут роллинг шаттера нет ожидаемо, все ок, прыжки на месте, оцениваем есть ли стабилизация друзья, небольшая пробежка, как на мой взгляд опять же стабилизация какая-то есть, но в принципе когда идешь, особо как говорится без движения медленно идешь, в принципе снимать можно на селфи камеру, но опять же друзья не предел мечтаний, повторюсь, вот так работа с экспозицией, но небо сразу говорю не такое, проблема сразу вижу на фронталку с экспозицией, небо тут какое-то полностью белое, оно не белое, оно с облаками, ну вот сейчас как-то что-то пытается, но опять же не та, цветопередача с цветопередачей проблемы, ну оцениваем качество видео друзья, делимся своим мнением в комментариях, на вытянутую руку снимаю, оцениваем как пишет звук, детальной камеры Full HD 60 кадров в секунду Samsung Galaxy M52, ну тут изображение конечно же почетче, прыжки на месте, стабилизация вроде бы присутствует какая-то, опять же друзья все будем проверять на экране монитора компьютера, ну вот прям, чтобы слишком явно, я такого не скажу, что есть какая-то стабилизация, но тем не менее, оцениваем качество видео, делимся сомнением в комментариях, детальной камеры смартфон Samsung Galaxy M52 Full HD 30 кадров в секунду, и в таком качестве можно снимать смартфон, опять же стабилизация на том же уровне друзья, боковая съемочка, прыжки на месте, пробежка, оцениваем качество видео, динамический диапазон, светопередачу, работа с экспозицией, делимся своим мнением в комментариях. Друзья, 720p 30 кадров в секунду, тоже как бы рабочий режим нормальный, Samsung Galaxy M52, фронтальная камера, прыжки на месте, боковая съемочка в динамике и пробежка. Тут как-то, на мой взгляд, больше стабилизирована картинка, чем в остальных режимах, хотя, в принципе, особо меняться. Делимся своим мнением в комментариях. Тест камеры, смартфон Samsung M52, 4K 30 кадров в секунду, вечерняя съемка. Друзья, оцениваем, как пишет видео. Оцениваем электронную стабилизацию. Так, все-таки, она есть. Оцениваем динамический диапазон. Так, снимает у нас плиточку. В принципе, картинка более или менее неплохая. Можно перейти в этом режиме, опять же, на широкоугольный объектив и снимать. Также 4K 30 кадров в секунду на всю память смартфона можно снимать. Как-то так, друзья. Оцениваем качество видео. Делимся своим мнением в комментариях. Ну, а это, для примера, съемка Full HD 60 кадров в секунду. Основной объектив Samsung Galaxy. М52. М52. Вот так вот и все прожекторы светят. Интересно. Сейчас мы их призумим. Как это все будет выглядеть. 10 кратный максимальный зум. Сфокусируемся на них. Вот так. Интересная картинка. А что у нас с автофокусом? Full HD 60 кадров в секунду. Ну, ну, давай. Да, порядок. Порядок Full HD 60 кадров в секунду. Оцениваем качество видео. Делимся своим мнением в комментариях. Тест-камера. Смартфон Samsung Galaxy M52. Full HD 30 кадров в секунду. Оцениваем качество видео. Сложные условия. Вечерняя съемка. Ну, вы знаете, друзья, как на мой взгляд, еще относительно неплохо снимает. На удивление. Ну, конечно же, не на 11 тысяч гривен. Ну, допустим, вот наша вышка высоковольтная нормально. видна. Многие смартфоны ее просто не видят. Оценим качество видео, делимся своим мнением. Для примера, друзья, 720-30 кадров в секунду. Можно переключаться на широкоугольный объектив в этом режиме. Как вы можете видеть, картинка похуже. Менее светосильный. Широкоугольный объектив. Можно призумить, опять же. Вот такая съемочка у нас. Вот такая. Фронтальная камера и смартфон Samsung M52. 4K 30 кадров в секунду. Оцениваем качество видео. Руковая съемка. Еще относительно меня видно. Итак. Оценим качество видео, делимся своим мнением, комментариям. Фронтальную камеру. Пацунг Galaxy M52. Картинка тут уже идет потемнее, но тем не менее, лыжку видно. Оценим качество видео. Динамический диапазон. Видно со звонением, комментариям. Фронтальная камера, смартфон Samsung Galaxy M52. У HD 30 кадров в секунду. Вечерняя съемка. Но, опять же, друзья, как вы можете видеть, снимает только в тех условиях, когда достаточно освещения. Если потемнее зайти, уже есть некоторые нюансы. Хотя, как на мой взгляд, в принципе, еще относительно неплохо снимает. Что касается деталей. Оценим качество видео, делимся своим мнением. Фронтальная камера. HD 30 кадров в секунду. Samsung Galaxy M52. Сейчас как раз будем заходить где потемнее. И посмотрим. В принципе, сносно пишет. Не сказать, что самый лучший результат. Трава еще даже видна. Руки, конечно, уже замерзли. Но, тем не менее, друзья, надеюсь, вы оцените тут. Напишите в комментариях, что вы думаете о съемке на фронтальную камеру в вечернее время. Мне будет очень интересно посмотреть. И прочесть комментарии. Соответственно, обратную связь вам дать. Друзья, ну вот и ознакомились мы с возможностями камеры Samsung Galaxy M52. Точнее, с примерами фото и видео сделаем на камеру данного смартфона. Ну, хочу вам сказать, друзья, что смартфон, как на мой взгляд, предварительно, если брать упор на камеры, своих денег, как на мой взгляд, не стоит. Друзья, потому что есть ряд моментов, которые недопустимы в новинке. Итак, друзья, ну, буду обо всем, как говорится, по порядку. Что касается по видеочасти. Во-первых, видео, если брать в разрезе вечерней съемки, видео на фронтальную камеру снимает шумновато. И так прилично шумновато, несмотря на то, что есть режим 4K 30 кадров в секунду на фронтальную камеру. Тем не менее, есть своя какая-то небольшая стабилизация. Но, опять же, Samsung не может давать такую, допустим, стабилизацию, если сравнивать его со смартфонами Xiaomi. Некоторые смартфоны Xiaomi, тот же Redmi Note 10 обыкновенный. Он по фронтальной камере, пусть он в режиме Full HD 30 кадров в секунду, но он просто этот Samsung делает. Ну, как-то так, друзья. Там нормальная стабилизация, не то, что здесь. Зума нет на фронтальную камеру. Опять же, шумная картинка вечером в любом режиме, друзья. Звук пишет неплохо, но, опять же, когда вы заходите в шумное место, я имею в виду фронтальную камеру, в шумное место, опять же, он начинает писать все, что вокруг вас. И с вашим голосом уже ему начинает сложно, скажем так, работать. Динамический диапазон на фронталку хромает при всех режимах. Как днем, так и при вечерней съемке. Очень мало светосилы у широкоугольного объектива, друзья. Поэтому я рекомендую на него снимать только днем, вечером это не его конек. На основной объектив, друзья, 64-мегапиксельный, все-таки, наверное, вечером Full HD 30 кадров в 60 кадров в секунду нет электронной стабилизации. Либо, опять же, она есть, но она какая-то своя. Плюс в том, что можно включить и отключить стабилизацию. Я просто не понимаю, для чего это включить и отключить стабилизацию. Естественно, каждый человек хочет, чтобы картинка была стабильна. Когда он снимает, во-первых, и платит 11 тысяч гривен на старте, друзья. Он еще будет дороже стоит, по-моему, на тысячу. Сейчас по акционной цене он просто в комфе так. И что еще хотелось отметить, друзья. Ну, то, что с автофокусом проблем у этого смартфона нет. Во всех режимах на основной объектив с автофокусом нет. Широкоугольный без автофокуса. Но, опять же, друзья, хочу вам сказать, что широкоугольный объектив снимает хорошо только днем. Что касается еще дневной съемки, давайте сделаем небольшой акцент. Есть вопрос у меня к динамическому диапазону, к экспозиции. Это как на фронтальную, так и на основную камеру. И, друзья, еще самая-самая большая ложка, вот такая вот большая ложка дегтя в бочку меда. При режиме записи 4К на фронтальную камеру днем я выявил брак. А именно идет какой-то щелчок после того, как я начал запись. Не сразу, но там по стечении 10-15-20 секунд два раза у меня было такое, что есть какой-то щелчок. Да, друзья, есть. Это брак. И хочу вам сказать, что, скорее всего, это такой идет как бы массовый брак. Поэтому есть вот этот косяк, что перечеркивает, опять же, его стоимость и рекомендацию брать его или нет. Неплохо пишет он замедленное видео, хочу вам сказать, 240 кадров в секунду. Ультра стап при... В режиме ультра стап Full HD 30 кадров в секунду достаточно плавная становится картинка. Но она, друзья, начинает как-то в отдельных участках шуметь. То есть вот режим ультра стабилизации, но картинка, допустим, вот там это можно было видеть, например, на примере дерева, уже с желтыми листиками осенними, как говорится. Вот зашумлена картинка, если снимаешь сдалека, на примере травы. Ну, я, опять же, в видео все это вам уже показал. То есть режима ультра стабилизации я бы даже днем, честно говоря, не пользовался. 4К 30 кадров в секунду. Опять же, во всех режимах можно включить и отключить стабилизацию. Да, это на выбор, как говорится, но я, честно говоря, смысла в этой функции как такового не вижу. Ширик неплохо стабилизирует, в принципе, но это даже без режима ультра стаба. И в Full HD 60 кадров в секунду на основную камеру все-таки нет стабилизации, друзья. Друзья, ну что касается фотовозможностей данного смартфона, ну скажем так, по 12-балльной я бы дал ему, наверное, 10 баллов. Но это, друзья, только по фотовозможностям. Итог, друзья. Рекомендовал бы я этот смартфон сейчас к покупке, если бы у меня, допустим, было 11 тысяч гривен? Друзья, скорее нет. Потому что я как бы в этом плане, скажем так, человек настроенный требовать от смартфона, от его трех камер какого-то качества. Что касается видео, мне интересно, а я думаю, сейчас многим интересно записывать видосики различные. Ну, даже без разницы, где бы то ни было, блогер вы, либо обыкновенный, скажем так, среднестатистический гражданин, который хочет записать, например, видео своего кота, либо какое-то мероприятие, либо ребенка на утреннике, либо день рождения. Да, плюс большой этого смартфона по видеовозможностям, что можно писать на всю память, друзья. Это, я считаю, на самом деле очень большой плюс. Но, тем не менее, друзья, такие косяки, как вот эти вот щелчки в камере, когда я записывал видео на фронтальную камеру, ну, такое себе, знаете. И, кстати, подписчики, многие писали мне об этом в комментах, что есть щелчки. Вот как-то так, друзья. Скорее всего, я не рекомендовал бы этот смартфон, друзья, честно говоря, за такую стоимость. Скажем так, красная цена его, это 200 баксов. Все, ни больше, ни меньше. А то, что он стоит, а он стоит, если так перевести, ну, получается 26,5 у нас сейчас доллар стоит. Ну, грубо говоря, 27. Больше 400 долларов. 400 долларов, ну, как говорится, точно он стоит. Я считаю, собственно, это дорого для него. 200 баксов, красная ему цена. Как-то так, друзья. Опять же, надеюсь, оцените труд. Подпишитесь на канал, пишите свое мнение в комментариях под этим видосиком. Ну, а я, как обычно, старался на канале Технобар Плюс для вас. Всех обнял, всех уважаю. Субтитры сделал DimaTorzok